А перед просмотром данного ролика рекомендую ознакомиться с магазином игровой валюты BenderMoney.com. Лучшие цены, мгновенная доставка и накопительные скидки тебя приятно удивят. Играю в своё удовольствие. Ссылка есть в описании. Приветствую, дорогие зрители. Это снова Орг. Под прошлым видео много писали, что у тебя слишком медленная речь с неправильной интонацией. Ну, мерзкий эльф, мне есть что сказать в оправдании. Орги не тупые. На моём канале уже было подобное видео. Но с выходом Хелиос оно местами потеряло актуальность. Поэтому пришла пора его переделать. Итак, Орг расскажет. В прошлый раз многим не понравилось, что для примера я качал полководца с плюс 16 пикой. Поэтому в этот раз будет одна из самых труднопрокачиваемых в соло проф. ПП или в русской локализации Апостол. И плюс 16 пуху я тоже давно продал. Первым делом вступаем в Академию. Ищем клан со способом набора без заявки Академия. Такой набор значит, что после клика по кнопке «Заявка» вы сразу получите приглашение в Академию. Выбирайте клан уровнем повыше и с количеством участников побольше, чтобы получать клановые бонусы за охоту и за логин. Затем в кланчате спрашиваем, не нужен ли кому-нибудь ученик. Или ищем в мировом чате сообщение о наборе учеников. Сразу написать вы такому игроку не сможете, так что кидайте приглашение в группу или в друзья. А потом договаривайтесь. Некоторые игроки даже платят своим ученикам 20-30 миллионов или качают их бесплатно с 80 по 85 уровень. А еще лучше, если вашим наставником будет ваше же окно. Когда наставник в онлайне, ученик получает на 50% опыта больше. А гармония наставника объединила в себе гармонии берсерка и мага. Также вы можете призвать к себе наставника и попросить его бафнуть розу. Но самое главное, на 85 уровне вы получите сертификат подопечного. Который можно будет обменять на комплект постоянного эршмота. Так что перед завершением последней профы обязательно проверьте, есть ли у вас наставник. После вступления в академию в Глудио у Гнома Аркадио можно взять диадему академии. Одеваем ее и у нас появляется активное предметное умение на 10% к опыту. На 80 уровне ее можно будет обменять на улучшенную. Она даст плюс 1 ко всем характеристикам. И в течение 30 дней ее можно будет носить даже после завершения академии. А у Герольда в любом городе со светлым замком берем баф на еще 3% к опыту. В каких городах замок за свет можно узнать в информации на карте в разделе замки. Вам нужны замки с налогом 0%. И также вплоть до 95 уровня у помощника путешественников можно взять фулл баф на час. Он почти такой же как у Иисы 85 уровня. Теперь мы готовы вернуться в деревню Говорящего Острова к Пантеону. И начать стартовую цепочку квестов, которая проведет нас до второй профы. Я же использую мешочек кладоискателя 3 уровня, чтобы получить сразу 38 уровень и сэкономить себе немного времени. Профы теперь одинаковые для всех рас и классов, кроме артеек и занимают 5-10 минут. За первую профу мы получаем комплект снаряжения Полины Д. Ранга и кучу сосок. За вторую профу мы получаем аналогичную награду, только С-грейды и 41 уровень. И не забудьте у того же НПС начать новую цепочку квестов с письмами. Она проведет нас почти до 85 уровня. Также не забывайте получать награды за повышение уровня. Среди них есть рубашка, пояс, браслет, куча сосок, руны опыта и даже деревянная лошадь. Не забывайте призывать ее во время долгих перебежек. А вот железный шмот из этих наград стал почти бесполезен, потому что снаряжение Полины намного лучше. Хотя можно оставить железную Яксу, которая поможет сливаться на лимиты тиром. И посох Духа Бэгрейда, чтобы бафать себе ментальный щит. Также, если у вас есть Адена, то не забудьте поставить татуировки и закупиться хилками. Например, я ставлю Профету плюс 12 сил и минус 15 выносливости. Также в прокачке Профету могут помочь любые свитки трансформации, но я обойдусь без них. По первой цепочке квестов из письма нас отправляют на остров аллигаторов. За выполнение квестов, помимо кучи опытов, вы будете получать еще вот такой вот баф «Ветер Барта». Закончив эту цепочку квестов, мы будем 45-44 уровня. А следующая цепочка квестов ждет нас на 46. Поэтому в перерывах между квестами придется, как в старые добрые времена, немного покрабить мобов. Особой разницы, где это делать нету, но я предлагаю второй этаж Крумы. По следующей цепочке квестов нас отправят в Лес Разбойников. Там докачиваем 51,5 уровень и отправляемся в Пайлаку 49-го. Для входа в нее говорим с эльфом у комиссионки Ворине. Если вдруг кто боится заблудиться в Пайлаке, то в моем старом видео о прокачке есть ее полное прохождение. И дальше нас ждет третья цепочка квестов из письма в Море Спор. После завершения цепочки оставшийся опыт до 58-го уровня, я предлагаю набивать на втором этаже башни Дерзости. Почему я предлагаю именно башни Крумы и Дерзости? Потому что там удобные комнаты, чтобы водить по реке и чтобы просто стоять на зацикленном макросе. И добивая уровень, вы не будете мешать тем, кто делает квесты. На 58-м уровне нас ждет цепочка квестов в забытых равнинах. Тут может случиться такое, что вашего квестового моба, который появится после набивания 90 итемов в яме, убьет кто-нибудь другой. И вам его не засчитают. Тогда удалите один квестовый итем, выбейте его снова и моб опять появится. Оставшийся до 61-го уровня опыт набиваем также на втором этаже башни Дерзости. И переодеваемся в комплект снаряжения Полины А-грейда. Кстати, комплекта Полины Б-грейда почему-то нету. А если вдруг увидите посреди экрана надпись, что доблестные воины уничтожили какого-то из драконов, значит во всех городах появился герой Терси, у которого можно взять баф на 100% к опыту. Терси будет доступен 3 часа с момента убийства дракона. На 61-м уровне по квесту из письма отправляемся на Поле Брани. Сделав квесты, оставшийся опыт до 65-го уровня набиваем опять на втором этаже башни Дерзости. Начиная с 65-го уровня квесты из письма для магов и воинов могут отличаться. Оставшийся до 70-го уровня опыт набиваем на 9-м этаже башни Дерзости в долине драконов или в арке Кетри. На 70-м уровне нас ждет цепочка квестов в локации Стена Аргаса. Также с 70-го по 75-й уровень можно продать Академ Квест. Берется он в кузнице Адены и делается в раскаленных топях за 5-10 минут с помощью спонсора из клана. И приносит клану 500 КРП, оплатит за него в районе 5 миллионов Адены. А с 73-го по 77-й можно сходить в Пайлаку 73-го. Квест берется рядом со входом в Гадарт. За нее дадут не только опыт, но и Адену и проходится она очень быстро. Знаю, что пропустил Пайлаку 61-го, но я в нее не хожу и вам не советую. Оставшийся до 76-го уровня опыт добиваем в долине драконов. Делаем третью профу. Расположение 4-х трупов не отмечено на карте, поэтому я его покажу. Первый, второй, третий, четвертый. Сдаем профу и получаем комплект снаряжения Полины и С-ранга. В него, кстати, уже вставлен атрибут. Также у мастера расы берем квест «Непрекращающиеся угрозы». Артеем, насколько я знаю, этот квест недоступен. И начинаем следующую цепочку квестов из письма. Если письмо почему-то не пришло, то релогнетесь. И говорим с Андреем сразу по двум квестам. Сначала делаем «Непрекращающиеся угрозы». И получаем любой кристалл стихии на выбор. И только потом продолжаем цепочку квестов из письма. Оставшийся до 81-го уровня опыт добиваем в долине драконов. И вот мы уже на финишной прямой. Цепочку квестов из письма на 81-м уровне делаем в долине драконов. И там же добиваем 85-й уровень. И если не хотите смотреть долгий вступительный ролик перед 4-й профой, то сразу летим в деревню говорящего острова к Пантеону. И там в музее берем квест. И через 5-10 минут перерождаемся. Не забываем выбрать два умения «Откровение». Я обычно беру «Бешеное ускорение» и «Дикость». Также в наградах за повышение уровня нас ждет комплект снаряжения Полины R-ранга. А сертификат подопечного, который нам пришлют за окончание обучения у наставника, тоже можно обменять на R-шмот или соски у помощника наставника. И в отличие от снаряжения Полины, он будет постоянным. Как видите, сейчас прокачка до 85-го уровня стала быстрой и комфортной даже для Профета. А на 85-м уровне вы получите аж два комплекта R-шмота, которые помогут вам влиться во взрослую жизнь. Ну вот, пожалуй, и все. А если хотите еще больше видео от Глупого Орка, то ссылка на наш канал вот тут. До новых встреч! Друзья, как приятно посредиться для понимающих людей. Ну что с этой радостью сравнится?